Встреча с Калифорнией 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 Тимео Бабыш и Кристина Младеновича, ступив Дарьи Касаткиной. Представит Каролина Возняцкая. Сейчас Кара вторая в мире. Совсем недавно еще первая была, после победы на Австралию. Но по 27 лет опытная, это миссия, представляющая Даню. 28 у нее титулов в жизни. Уже многие поставили крест на Кара. Говорят, что ну все, ну точно, шлем-то датчанка не выиграет. Но нет, действительно, всех скептиков поставила Каролина на место. В России этот единственный матч остался за Каролиной. Александра Соснович совсем скоро исполнится 24 года. 22 марта у нее день рождения. А здесь блестяще совершенно действует Соснович. Не чувствует совершенно мяча на ракетке Возняки. Дебют. Ребром ракетки бьет Возняцки. 5-7, 7-6, 7-6. Ну вот потом Санет Кантавейт справилась уже куда проще. 6-2, 6-4. Ох, как просто сейчас мастерские мяч разложила по всему порту Соснович. И посмотрю, Рома, как спокойно она это делала. С таким запасом опасный-то был перевод в плане направления, но... Мучительница! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, казалось, только-только сейчас Каро перехватил инициативу в этом розыгрыше. Такое неожиданное решение принимает, да, Соснович укорачивает? Вопрос в самоподготовке к этим ударам, ну потому что, в общем, Каролин Возняцкий, все мы знаем, что она способна сдерживать любые практически атаки. Да. И кто, если не она? Ну, это издевательство! Какое-то издевательство! Вот тут немножко, по-моему, бомбинтона даже мы увидели. Очень красиво играет Соснович, и вот ее тренер аплодирует. Вот ты за ссори, что это за удар? Он не получился, причем ведь, по большому счету, не очень хороший был укороченный, но хорошо был выбран момент для него, потому что очень далеко за задней линией была Возняцки. Стали на ошибки. Роскошная подача на сей раз в первый квадрат. Очень косо. Вот этот укороченный справа был уже совершенно идеален. Великолепный удар вот здесь, на грани ошибки, но точно в линию все-таки и тут же укороченный справа. Очень неожиданный, очень хорошо замаскированный. Да, с вращением таким. Великолепный удар. Только одна победа в этих пяти предыдущих матчах выиграла она у Каролины Плишковой в 16-м году в Токио. Ой-ой-ой, попадает Соснович в такой важный момент. Она переводит. Вот опять все-таки задержанные розыгрыши, которые вроде бы должна была выигрывать Коро, остаются чаще всего за Соснович. Но она уже, если начинает попадать, то остановить ее сложно. Сумасшедший совершенно удар. Красиво. Город бы казалось, настолько предугадывала действия соперницы Возняцки и закрывала абсолютно правильное направление, но слет впереди Соснович играет невероятно. уверенно. Но вот этот темп, который предлагает Коро, он очень удобен Соснович. Да, все-таки длиннее Возняцки надо играть, либо жестче, либо длиннее. Ну а так на удобной высоте получают эти мячи без особой скорости. И от одной, и от другой. В большей степени, конечно же, это было предсказуемо. Тоже классическая картина. Давайте посмотрим цифры. Статистику первой партии, 40 минут. Первый сет длился, ну, количество... Ошибок. Ошибок. Обращаю внимание на себя. 17 у Сосновича, 12 у Возняцки. Сейчас Саше нужно хотя бы попытаться это преимущество удержать. Злится. Злится Каролин. Когда злится, получаются такие эффектные удары у нее. Хочется все-таки, чтобы датчанка поактивнее стала играть. Потому что совсем все на ракетку кидать Соснович нельзя. Пару. Вот все же было неплохо, когда Каролин играла такими, ну, полусвечками, да? Шесть геймов и два тайбрейка. А здесь едва сет с хвостиком. Ну, вот отдельные розыгрыши, они просто блистательные, абсолютно исполнены в первую очередь Саше Соснович. Вот отдельные, да, элементы? Ну, конструктор, вот он не собран. Какой-то детали все время не хватает. Ну, не хватает стабильности просто на подачу, потому что, когда восемь двойных за сет, это два полных гейма. Да, абсолютно верно. Проигранных вообще без игры. Ну, вот это, пожалуй, лучший розыгрыш пока этого матча. один из точно. Очень красивая, очень широкая игра в исполнении обеих. Короб, мне кажется, пятую скорость уже переключила. Ну, такой розыгрыш чемпионка австрального. Ну, внизу сенсаций, конечно, меньше. Здорово же играет, да, как на задней линии Соснович. Очень она прям собрано провела розыгрыш, контролировала каждый удар, прямо так методично растягивала по задней линии коро. Ну, вот она когда ловит ритмом. Намного быстрее играет Соснович. Очень хорошо чувствует и скорость соперницы, и переводы вот эти выполняются. Ну, посмотрите, какая фантастика. Ну, моментально просто принимает решение Соснович, выполняет вот эти переводы, и все мячи, они очень опасны для Каролин. С любой позиции может Соснович перевести. Ну, вот смотрите, после таких двойных, да, после того, как руки трясутся, выполняя первую у Соснович и Эйс. Какое-то чудо-гейм просто очередной мы с вами увидели. Все сейчас было. И смеш с отскоком, и двойная, и подача на вылет. Да, весь спектр теннисных эмоций может показать Александр Соснович в этом матче. Креатив преподносит, да, и зрителям, и прям такие розыгрыши красивые мы с вами видим. Но важнейшие все равно мячи, и в концовке, особенно первого сета, как мы это видели, и гейма выигрывает Каролин. Это удивительная просто история. Хотя сама датчанка показывает теннис явно не своего уровня. С другой стороны, вот когда столь крупное соревнование и мужчины и девушки вместе выступают, тут иногда совершенно топовые матчи оказываются на очень далеких кортах. Сейчас вот вроде бы свои стихи, да, Блак Каролин? Длительные аплодисменты от публики наиболее точно наверное позволяют оценить насколько хорош был этот розыгрыш. Когда надо защищаться, играть как-то более тонко, из более неудобных позиций, тут возникают проблемы. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Было ощущение, что это такая немножечко истеричная даже атака, но которая стартовала с невероятного резаного косого удара попадает попадает с таким еще вращением соснович переударе справа опять с места да вот сейчас играла да очень пассивно принимает возняцки на курсе такое ощущение что есть только александр соснович в матчах с участием возняцки мне кажется час браво александр соснович но впереди настоящее испытание соснович будет подаваться на вторую партию мы знаем с какими трудностями чаще всего сталкивается саша выполняет как раз подачу свою сейчас несколько подавлено выглядит возняцки и как будто даже есть ощущение что может быть уже и согласно сразу перейти к третьей партии возможно это ощущение ошибочное посмотрим но я ни на что не намекаю на просто количество двойных ошибок вот к этому моменту у соснович 10 так что они чаще отдают свою подачу чем берут вот тут образцово показательная атака в исполнении соснович второй тоже отлично отыгрывает соснович который брать боя классно принимает возняцки на вылет мягкая вторая подача 80 миль в час и точно на ракетку каролин а мечта попал неплохой то аппетит здорово очень спокойно нам все разыграла опять попадает справа соснович пляж victorious сейчас обманула королеву александро думала что просто будет да эграть сейчас статистика второго сета 4 двойных за партию совершила соснович 55 54 процент попадания хороший процент выигрыша на 1 подача вот на 2 обе выигрывали мало очень много обе опять ошибались но зато в чистых выигрышах при этом колоссальное преимущество соснович почти в 4 раза 15 выигрыш и против всего лишь четырех у возняцкий александра соснович и промахи возняцкий с хавкорта при этом вот есть такие мячи совершенно фантастические вот это теннис высочайшего уровня это работа высочайшего уровня в защите от каролин возняцкий тот максимум который она способна показывать свою работу в общем это наверное главное отличие игроков хороших вот очень хороших да здесь повезло александре соснович рала здорово сейчас сбросил этот соснович и не ожидала этого словно возняцкий а неплохо очередной и выдающийся удар слева в исполнении александр соснович а опять отдала инициативу каролин вроде бы начинала так помощнее играть поглубже ну и сразу несколько матчей параллельно еще завершились жереми шарди выиграл у отряда модари но 7 5 4 6 6 1 в мужской сетке и снились с парного турнира эспансы роберто баутиста агут и давид феррер ну там в общем интересный довольно парный матч должен был быть они должны были играть с джоном издером и джеком соком все заметные ребята из одиночного разряда и типе тур и софтянки и салона и соснович по крайней мере так считают судьи полосковой что скажете сева хаукай окраина так в надежде смотрит на монитор нет зацепила зацепила аликс не разгоняет тенц чтобы не нарваться на ответ понимаешь все правильно бум 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 бам бум 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 бам все понятно ну давайте посмотрим бум 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 бам проиграла отдала сейчас наверно будет другая история со стоишь взялась за старое это был очень странный матч в исполнении каролина возняцкие очень непростая победа для представляющие данью ну и есть над чем задуматься александр соснович в любом случае для нее неплохой турнир пару раундов она прошла здесь обыграла в том числе сейны анетка тавейт и в общем на равных боролась с возняцки то что возняцкие провела не лучший матч это не проблема соснович александра в целом в общем то на этом турнире в очередной раз доказала что она по праву входит в 50 лучших в мире сейчас может быть в майами у нее получится шагнуть и дальше